Пожарная машина с включенными сигналами мчится на место аварии. По легенде, при столкновении двух стареньких автомобилей произошло возгорание, которое требуется потушить в кратчайшие сроки. Сразу после огнеборцев сюда подъезжают и спасатели, которые эвакуируют пострадавшего водителя и оказывают ему первую помощь. В Красногорском муниципальном районе проводится мероприятие, согласно плану утвержденного главой Красногорского муниципального района, в рамках месячника по гражданской обороне, который приурочен к 4 октября, Дню гражданской обороны Российской Федерации. Сегодня отрабатывались вопросы пожарно-спасательными подразделениями и специальным подразделениям Красногорского территориального управления силами и средствами МОСУБУЛПОСПАШ по вопросам взаимодействия. Еще один эпизод сегодняшних учений – эвакуация пострадавшего с верхнего этажа ДК Подмосковья. По легенде, человек получил тяжелые травмы и не может самостоятельно передвигаться. Поэтому принято решение спускать его осторожно, используя тросовую систему. Этот процесс непростой, требующий тщательной подготовки. В начале операции альпинистское снаряжение цепляется за ограждение. Спасателям никак не удается опустить носилки, но уже через полминуты все получается. И пострадавший оказывается и на земле. Мы увидели спуск пострадавшего с кровли в связи с тем, что невозможно было спустить данного пострадавшего по лестнице, так как было много переломов. И чтобы меньше его травмировать, мы его спустили с внешней стороны здания, применяя альпинистское снаряжение. С задачей поставленные ребята справились хорошо. Не скажу, что на отличной. Были определенные недочеты. Но это более профессиональное. Пострадавшего в результате выдуманной трагедии доставляют в заранее развернутый оперативный штаб, где есть тепло, аптечка, горячее питье и еда. Брезентовый навес сегодня установили не случайно. В сезон зимних холодов он активно используется спасателями в чрезвычайных ситуациях. Данная палатка предназначена в зимний период для пункта обогрева на трассу. Мы выставляемся на трассу М-9, разворачиваем пункт обогрева для дальнобойщиков. Если будут снежные заносы, автомобиль не может дальше пойти, если случится у нас транспортный коллапс на дороге, то для водителей будет сформирован такой пункт обогрева, в котором будет размещено стулья, горячее питье, питание. И водители, которые попали у нас в неприятную ситуацию, могут всегда обратиться и получить помощь на дороге. Наблюдавшая за учениями комиссия постановила признать сотрудников пожарно-спасательной службы готовыми к чрезвычайным ситуациям. С поставленными задачами они справились и получили оценку «хорошо». Но, пожалуй, по-другому быть и не могло, ведь с подобными ситуациями в силу своей профессии эти люди сталкиваются довольно часто. Максим Мельников, Михаил Петухов, Вячеслав Блажев, КРТВ